Подружка предложила Познакомиться с одним парнем Оказалось, что он из Сирии Начали общаться И вот он начал говорить, что он может помочь Оплатить дорогу Можете приехать, жить Бесплатное жилье, в недресе То есть, если он мне дорогу все оплачет То я должна обязательно за него замуж выйти Это его было условие Я не гналась за религии Он был военным амиром Мы когда еще не в Сирию не въехали в Турцию Он забрал документы и, оказывается, их вжег Все после этого, три с половиной года спустя Он мне не давал ни созваниваться ни с родными Бил, угрожал Говорил, если ты уедешь, если ты туда или сюда дернешься В любом случае тебя на посту вернут Я не скажу, что там было бы шарятское государство, да, халифат Нет Война, смерть, ракеты Разваленные дома Трупы детей, трупы женщин Говори, что войны нету Что новости, это все вранье Что ты живешь хорошо Что у тебя все хорошо Что вам все оплачивается То есть, это все было под наблюдением Это все было под наблюдением Мама, любимая, золотая, прости меня за все, за то, что я тебя иногда не слушалась, я тебя очень люблю, я каждый день скучаю по тебе, и Хатап тоже скучает по тебе. В данный момент я виню, что я в первую очередь сама подалась на это. Я, Зарина Турсымбаева-Косымбековна, статья 256, часть 2, осужденная сроком на 5 лет. Нам список привезли, там было уже написано, что у меня арест. Девчата говорили, может не поедешь, сейчас посадят. Я говорю, нет, я домой поеду. Когда такая возможность? Мы вообще даже не мечтали об этом. Мы там радовались, прыгали, когда сказали, что за нами приедут, нас заберут. Но мы в это не верили, мы думали, что это всего лишь обещание, просто нас успокаивает и все. Хочу в первую очередь попросить прощения у главы государства. Мы переступили закон. Несмотря на это, вытащил нас оттуда, из этой войны. Хочу попросить прощения у своих детей. У сына старшего, у дочери. Доча Жанна, прости меня. Что заставило так вас терпеть это все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова